Здарова, народ! Сегодня в этом видео я расскажу, как увеличил свой рост со 181 до 185 сантиметров. Тема обширная, поэтому заварите себе чего-нибудь вкусненького и погнали! Тайм-коды всех тем найдете в описании под видео. Первое, с чего хочу начать, это что позволяет нам достичь максимально возможного потенциала роста, заложенного природой. На рост человека влияют гены, окружающая среда, употребляемые продукты питания, стрессовые условия, качество сна, длительные силовые нагрузки, занятия спортом, болезни и многое другое. В интернете легко найти формулу предполагаемого роста ребенка или подростка, основываясь на росте родителей. Выглядит она так. Сложите рост отца и матери в сантиметрах, добавьте к полученному числу 13, если вы мальчик, вычтите 13, если вы девушка. Разделите полученный результат на 2, это и будет ваш предполагаемый рост в будущем, плюс-минус 10 сантиметров. Например, на мне эта формула сработала идеально. Рост моей мамы 175 сантиметров, отца 182. Складываем, прибавляем 13, делим все на 2 и получаем ровно 185 сантиметров. Напишите в комментариях по примеру, который видите на экране, что получилось у вас. Интересно будет посмотреть. Ну а теперь перейдем к практической части. Чем занимался я? В первую очередь растяжка. У меня с детства был набор упражнений, о которых я знал с ЛФК, так как ломал позвоночник трижды. Кому интересно, у меня есть подробное видео об этом, ссылку найдете в описании под видео. В ходе написания этого сценария я наткнулся на работы Анатолия Степановича Палько в журнале «Легкая атлетика» от 1986 года. В статье «Школа роста» он подробно рассказал, как можно увеличить рост. И на самом деле большая часть того, что я делал, оказалась из этой книги. Поэтому, чтобы не затягивать видео на полтора часа, я для вас вставлю сканы страниц сюда и оставлю для скачивания в описании. Настоятельно рекомендую ознакомиться со всем материалом. После просмотра видео и прочтения «Школы роста» у вас больше не останется вопросов на эту тему. Сейчас я расскажу основные отличия и моменты, которые делал. Все-таки прогресс не стоит на месте. Вис на турнике. Тут сразу хочу сказать, что для большинства данное упражнение в чистом виде не подойдет. Если у вас очень маленький опыт работы на турниках, то вы провисите немного. Или, как и большинство, будете висеть не за счет силы рук, а будете включать в работу мышцы спины. Что в таком случае не дает необходимый нам результат – растяжение позвоночника. Если вы не можете спокойно провисеть на одной руке 15-20 секунд, то лучше начинать с более простого варианта. Выполнять данное упражнение в тяге верхнего блока или в домашних условиях вешать вес, перекидывая через турник в 30-50-70% от собственного веса и держать его руками. Это может быть гири, блины на вертикальном грифе или даже мешок с песком. Советую висеть или держать как можно чаще и как можно больше. Замерьте свой максимальный разовый вис и постарайтесь его увеличить до 2-3-5 минут. Пусть для вас это будет челлендж, в ходе выполнения которого вы укрепите хват, параллельно увеличивая свой рост. Превратите рутину в развлечение с друзьями, кто дольше всех провисит. Дома можно использовать блок со шкивом, подвешенным на турник. Удобный вариант выполнения можете выбрать сами. В школе роста вы найдете всю информацию по необходимому весу и времени выполнения упражнения. Важный момент. В те годы не существовало резиновых эспандеров в таком количестве, как сейчас. Поэтому вместо пружины можно использовать резину. С ней тяжело точно регулировать нагрузку, но зато есть преимущество вариативности и мобильности. В роли рукоятки можно использовать металлическую трубу или толстый черенок от лопаты. Если вы планируете использовать большие веса, соизвольте укрепить деревянный черенок посередине, чтобы он не сломался от нагрузки. Массажные валики. По степени важности для меня, наверное, можно было начинать с них, но для повествования необходимо было ввести вас в курс дела и познакомить с более подходящей информацией для большинства. Наверняка вы знаете, что это такое и для чего их используют. Помимо разминки мышц, после тренировок я уже много лет ими пользуюсь как массажными. Ежедневная разминка спины, утром, вечером и каждые полтора-два часа сиденья за компьютером. Для меня это обязательная рутина. Я, как и большинство высоких людей, сутулюсь. Это приводит к болям в спине, искривлению осанки и чтобы этого избежать, я регулярно катаюсь на валиках, чтобы держать мышцы в тонусе и стимулировать их в правильной работе. У меня их скопилась уже очень большая коллекция и часто слышал от ребят, что они купили дешевый, не поняли для чего он нужен, а у кота он вообще сломался под собственным весом в 100 плюс килограмм. Поэтому могу посоветовать те, которыми пользуюсь сам, от компании Yamaguchi. Их сейчас можно спокойно купить в интернет-магазине. У меня несколько моделей. Красный подойдет для более продвинутых спортсменов. Внешний валик имеет текстурную поверхность и массирует тело сильнее благодаря рельефной и более жесткой поверхности. Он подойдет тем, кто хочет более сильного массажа и более интенсивного воздействия на фасции. Внутри находится пенный валик, он подойдет тем, кто воспримчив к боли, имеет чувствительную кожу или кто хочет более мягкий массаж. Черный – это хороший выбор для начинающих спортсменов, так как имеет более мягкую основу, состоит из внешнего прорезиненного валика и внутреннего гладкого, более мягкого. Те, что находятся внутри, больше подойдут для йоги, пилатеса или людей с низким болевым порогом. Я ими пользуюсь крайне редко, мне основных хватает за глаза. У обоих вес заявлен до 150 килограмм. Я вешу 72, и чтобы их проверить, я надел жилет весом 20 килограмм, взял гирю на 16, и того весы показали 110. Валики без проблем меня выдержали, и поэтому людям с большим весом можно смело их брать. Существуют еще широкие или длинные валики, их вы можете увидеть в тренажерных залах или групповых тренировках. Обычно ими пользуются девушки. Их недостаток в том, что под большим весом они со временем проминаются, то есть их ресурс зависит от веса пользователя. Поэтому чем больше ваш вес, тем ниже будет его эффективность. С весом до 80 килограмм можно спокойно ими пользоваться. Но для меня также важна мобильность, потому что на тренировке почти всегда ношу с собой валик, иногда даже на уличные, подвешивая его на сумку. Когда я посещал профессиональные волейбольные клубы «Зенит Санкт-Петербург» и «Казань», видел, что все игроки перед тренировкой разминаются на личных спортивных валиках, а некоторые игроки пользуются даже вибрационными. И мне стало интересно, что это такое и чем они отличаются от обычных. И у меня есть даже такой. По факту мы получаем здесь два в одном – массажный валик и возможность вибрации воздействовать на более глубокие мышцы, аналогично перкуссионным пистолетом. Им можно очень хорошо промассировать мышцы спины, что сделать самостоятельно перкуссионным довольно проблематично. Но хорошо проработать можно только спину, ноги и ягодицы, в то время как пистолетом гораздо больше. Он имеет три универсальные рельефные поверхности для массажа различных групп мышц, создавая эффект массажа кончиками пальцев, пальцев рук и ладонями. Вибрационный могу посоветовать тем, кто уже имеет опыт использования валиков и понимает, что это и зачем, и хочет приумножить их эффективность в области ног и спины. Всем остальным могу посоветовать более простые варианты – черную или красную модель. Ссылки на них найдете в описании под видео. Все они, как и любые другие, выполняют основные функции. Улучшают эластичность мышц, избавляют от мышечной боли и напряжения в мышцах при правильном использовании. Снижают риск получения травм. После тренировки их применение значительно уменьшает боль в мышцах. Для чего же нам нужно кататься на валиках? Чтобы не было перекоса. Когда мы долго сидим за компьютером, мы постепенно из-за усталости теряем контроль над мышцами спины и начинаем сутулиться. Повторяя этот процесс изо дня в день, мышцы спины становятся длиннее, а мышцы пресса короче. И тем самым, помимо того, что мы сами так сидим, нас еще и мышечный корсет начинает перетягивать. Поэтому в момент прокатки на валиках мы разминаем мышцы спины и растягиваем мышцы живота. Есть люди с поясничным лордозом. В их случае мышцы пресса перерастянуты. И им нужно внимание уделять укреплению мышц кора. При начальных стадиях гиперлордоза, кифоза, остеохондроза в обязательном случае необходимо обратиться к врачу. Вам, как и мне, скорее всего пропишут следующие процедуры. Регулярное плавание, мануальную терапию, массаж, электрофорез и магнитотерапию. Посещение сауны, гидромассаж, нанесение аппликаций лечебными грязями по типу азокерита. Но у всех они будут с корректировками в зависимости от проблем с осанкой. Если же у вас нет проблем с этим и вы хотите поддержать тонус, то вам подойдут следующие упражнения. Пресс с согнутыми или прямыми ногами. Тяга к груди. Жим от груди маленького веса на большое количество повторений. Упражнение доброе утро. Плавание. Оно вообще считается одним из лучших способов для увеличения роста тела и создания спортивной фигуры. Однако для того, чтобы заметно вытянуть рост, необходимо плавать активно и регулярно, не менее 1-2 км за занятие. До перелома позвоночника я был среднего роста и на физкультуре стоял примерно в середине парней на построении по росту. Но после, так как большую часть времени я занимался реабилитацией и укреплением мышц спины и пресса, я значительно вырос. Получается, я использовал весь свой потенциал роста, заложенный природой. Сам того не знаю. Потому что занимался этим из-за необходимости. Давайте посмотрим на скованные или забитые мышцы, как на клетку для роста вашего организма. Представьте, что вы с раннего возраста создаете компрессию на ваш позвоночник. Неправильно питаетесь, асимметрично тренируетесь и так далее. Все это может привести к снижению вашего максимального роста. Как, например, сросшиеся стопы. Почитайте, кому интересно, про старые китайские традиции золотой лотос. Ссылку оставлю в описании. Девушкам бинтовали ноги и заставляли ходить в маленькой обуви, что приводило к деформации стопы. Что вы сейчас можете увидеть на экране. Или противоположный пример. Женщины народа подаунг, которые носят на шее медные спирали. Сначала на шее надевают спирали с шести колец, а затем ежегодно их количество увеличивают на одно. Что приводит к искусственному увеличению ее длины. Порой до 40 сантиметров. Отсюда вывод. Мы можем влиять на рост конечностей в какой-то степени. Главное все сделать планомерно. И в разумных пределах. Кто давно следит за моим каналом, знает, что у меня сломан правый локоть уже более 10 лет. И из-за этого до конца они разгибаются рукам. Поэтому я не могу сильно бить по мячу, нормально принимать его или что-то тяжелое носить в этой руке. Мне говорили нужно делать операцию, но примерно полгода назад я решил попробовать выпрямить ее без хирургического вмешательства. То есть мне необходимо было через силу деформировать сломанный сустав и растянуть все мышцы и связки, которые укоротились за 10 лет. И у меня это получилось. Да, я сейчас не могу из-за этого играть в волейбол, так как сустав пока не очень стабилен. Ему необходимо время, чтобы связки адаптировались к новому положению руки и сустав окреп в месте деформации. Но я смог это сделать в столь позднем возрасте, спокойно разобравшись в проблеме и медитативно выполняя составленную для этого программу. Это просто как пример, что мы можем гораздо больше, чем нам кажется. Поэтому и вы можете повлиять на свой рост. Также могу посоветовать такие упражнения, как вис верх ногами в гравитационных ботинках. У меня еще нет опыта их использования на регулярной основе, но в ближайшем будущем я обязательно их приобрету. Еще очень много слышал об инверсионных столах для позвоночника. Сам лично не пользовался, но об эффективности наслышан. Людям с больной спиной очень часто их советуют. Но, конечно, боли бывают разные. Поэтому советую ознакомиться с данной темой самостоятельно. Правильный рацион – обязательное условие здорового роста. Исследования показывают, что недостаток белков и калорий в рационе ребенка приводит к замедлению роста тела. Чтобы ребенок успешно реализовал заложенный в него генетический потенциал роста и вытянулся в максимальное количество сантиметров, его диета должна содержать не только источники белка, но и как можно больше овощей и цельных злаков. Для увеличения роста детей важно регулярное употребление жиров омега-3. Также исследования показывают, что нехватка протеина в рационе ребенка – ключевая проблема, препятствующая его росту. На фоне избытка простых углеводов может наблюдаться увеличение веса, негативно влияющего на пропорции тела. И в конечном счете снижение желания заниматься спортом или любой другой активностью. Добавки для увеличения роста. Важнейшими являются витамин D и магний. Исследования говорят о том, что получение достаточного количества указанных минералов с пищей, либо прием витаминов с магнием и цинком особенно важны в период роста подростков. Ешьте продукты с высоким содержанием кальция, который необходим для здоровья костей. Он содержится в шпинате, капусте и молочных продуктах. Связь между ростом человека и употреблением кальция не подтверждается научными исследованиями. Другими словами, обычное молоко не способно увеличить рост, но зато укрепит ваш скелет. Употребляйте много постного белка. В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы – пицца, конфеты, напитки и прочие сладости, напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную систему. Потребляйте витамин D. Развитие мышечной и костной системы детей напрямую зависит от наличия витамина D в организме. Его дефицит неизбежно приводит к задержке роста и накоплению лишнего веса у девочек-подростков. Витамин D содержится в рыбе, люцерне и различных сортах грибов. Из личного опыта могу сказать, в 16 лет я отказался от газировок, чипсов, сухарей, фастфуда и всего, что с этим связано. Это в свою очередь привело к улучшению работы ЖКТ, пропали проблемы с кожей, прыщи и начался заметный набор массы. Да, сюда можно скинуть, что переходный возраст и так далее, но я на самом деле начал питаться нормально, и это моментально повлияло как на мое физическое состояние, так и на рост и силовые показатели. Еще один залог активного роста – это полноценный здоровый сон. Организм растет именно во время сна, так что чем дольше вы спите, тем больше времени даете своему организму для роста. Подросткам и молодым людям, не достигшим 20-летнего возраста, рекомендуется спать по 9-11 часов ежедневно. И к выработке гормона роста, самотропного гормона, приходится на время сна. Крепкий, спокойный сон способствует нормальному синтезу этого гормона в гипофизе. Что мешает нам достичь максимально возможного потенциала роста, заложенного природой? Невыполнение ранее озвученных правил, плохое питание, дефицит сна, отсутствие спортивной активности и вредной привычки. Постоянное нахождение в сидячем положении, начиная от учебы, сидения за компом, работы в офисе, заканчивая вождением автомобиля, приводит к ослаблению мышц корпуса и поперечных мышц живота. В свою очередь, крепкий корпус улучшит осанку и заставит вас держаться прямее, позволяя вырасти на несколько сантиметров. Можно ли вообще изменить рост? Девушки обычно заканчивают расти к 15-16 годам, юноши – к 18-19. До этого возраста мы можем повлиять на рост питания. Сбалансированная диета позволит выжить из генетики максимум. После того, как кости перестали набирать длину, человек уже не может изменить рост. Однако это не означает, что мы всю жизнь будем оставаться неизменными. Рост человека меняется в течение дня. Из-за того, что мы сидим и подвергаем себя нагрузкам, занимаемся спортом, носим сумки, межпозвоночные диски как бы оседают, и к вечеру рост немного уменьшается, примерно на 1%. Но для высокого человека это может составить около 2 сантиметров. Чтобы снова вырасти, достаточно немного полежать и растянуть позвоночник. Именно из-за отсутствия нагрузки на позвоночник, космонавты возвращаются с МКС на Землю существенно выше, чем были. Их рост может увеличиться на 3%. Для мужчины ростом 180 сантиметров это составит более 5 сантиметров. Конечно, на Земле рост снова приходит в норму. Теперь вернемся к формуле роста. Мы уже посчитали, что мой рост относительно моих родителей по формуле получился идеальным. Но я решил посчитать рост своих родителей относительно роста их родителей, моих бабушек и дедушек. Бабушка со стороны мамы 164 сантиметра, дедушка 173. Мамин рост должен быть 162 плюс-минус 10, но он 175. Бабушка со стороны папы 156 сантиметров, дедушка 174. Папин рост должен быть 171 плюс-минус 10, но он 182. Теперь немного теории. Мои бабушки и дедушки родились плюс-минус во время Второй мировой в 1940-х годах. В то время очень трудно было с едой, как они вспоминают. И когда уже все наладилось, их организмы так или иначе были ограничены начальным ростом из-за дефицита хорошего питания. И скорее всего это сказалось на их итоговом росте, потому что их братья, которые родились на несколько лет раньше, были существенно выше, порядка 180 сантиметров. Поэтому если смотреть на мой рост относительно моих родителей и их родителей, то прогрессия ощутима. Но я решил узнать рост родителей у своей бабушки, и выяснилось, что ее мама была 170 сантиметров, а отец 180. Они родились в 1911 и 14 годах. Получается рост бабушки должен был быть 168 плюс-минус 10, но составил 156. Из этого можно предположить, что на их росте сказались условия, в которых они выросли, так как их старшие братья были порядка 180 сантиметров. Но генетически они перенесли высокий рост своим детям и внукам, так как мы все сильно выше их. Но не забывайте, всегда есть исключения. И тут надо оценивать, как и в прыжках в воду, 10% самых высоких и самых низких результатов откидывать, так как они всегда будут выбиваться из общего числа. Поэтому, если у вас в классе есть парень, который нагло выше своих родителей в 16 лет, ему просто повезло. Он в тех самых 10%. В интернете легко найти информацию, что даже близнецы бывают разного роста, при этом ведут схожий образ жизни. Но само собой отличия будут в питании, интересах или активностях. Сам лично встречал близнецов с разницей в росте пару сантиметров. А это значит, мы с вами в силах повлиять на свой рост. Теперь поговорим о моем росте. Для получения точного результата, как и вес человека, должен измеряться утром. Моя вечерняя усадка составляет 7 мм. То есть максимально зафиксированный рост утром 185,7 см. В 18-19 лебронах мой рост 190 см. Признайтесь, существенная разница после того, как ты был в 181 см. Это даже визуально стало заметно, земля стала дальше. Сейчас я даже точно вспомнить не могу, когда именно начал заниматься увеличением роста, но это было более двух лет назад. То, что многие сейчас видят и удивляются, как я так быстро вырос, вот недавно везде писал, что 181 см. Вы смотрите, какого года ролики, в которых это написано. В группе ВК есть пост о том, что я замерил свой рост в 185 см уже в августе 2020 года. С тех пор я поддерживаю это состояние и сейчас понимаю, что есть еще потенциал на 1-1,5 см, чем я хочу в ближайшее время заняться. Подводя итог. Правильнее будет сказать, что я не вырос на 4 см, а вытянулся. Так будет корректнее. И давайте не забывать, сейчас мне 31 год. Весь процесс у меня занял порядка 4 месяцев. Основное, что я делал, это растяжка, вис на турнике, в моем случае с доп весом на поясе, петля глиссона. Советовать не хочу, это очень специфичная вещь, если интересно, изучите информацию самостоятельно. Ежедневная раскатка на валиках, прием хондроитины с глюкозамином для укрепления суставов. Поэтому хочу сказать, делайте то, что любите и любите то, что делаете. Я считаю, что сделал все возможное, чтобы помочь вам в увеличении вашего роста. И после прочтения работ Анатолия Палько, у вас должны отпасть абсолютно все вопросы на тему, что и как делать, и насколько вы можете увеличить свой рост. Теперь в описании под всеми новыми видео вы найдете ссылку, перейдя по которой, сможете поддержать мои обзоры и выбрать одну из целей сбора или тему будущего видео, так как монетизации на YouTube в России сейчас нет. Как всегда по традиции, надеюсь данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поделиться им с друзьями и поставить ему лайк. С вами был Егор Пупынин, всем здоровья, большого роста и до встречи в будущих видео.